Театральные представления, кукольные забавы, в которых действующие лица куклы, приводимые в движение актерами-кукловодами, скрытыми от зрителей ширмой, любимое развлечение наших предков. Несмотря на то, что игрушка не переставала пользоваться популярностью, о самом празднике брещане на долгое время забыли. Возродить традицию и воздать должное белорусской кукле вызвалась группа энтузиастов. Так, после долгого перерыва в 2010 году праздник вновь был воссоздан, а 16 ноября принято считать Днем белорусской куклы. На нашей выставке представлены авторские куклы, персонажи сказок и очень популярные куклы в наши дни во всей Европе, которые называются Тильда. С 1999 года Тильда – это не просто кукла, а это бренд, украшение дома. И вот удивительно, что и наши мастерицы у нас в городе тоже могут сделать вот такое чудо, которое очень популярно в Европе и в России. Рукоделием занимаюсь всю жизнь, то есть это такое дополнительное увлечение, потому что основная профессия – я педагог, и этому всегда хотелось научить не только своих детей, но и как-то шире популяризировать. На выставке посетители узнали об истинном предназначении кукол для наших предков, а также о том, какие секреты использовали женщины, чтобы создать куклу на семейное счастье, на здоровье и богатство. Этим неодушевленным предметам люди доверяли самое сокровенное и просили исполнить желание. Время изменилось, а традиции остались прежние. Дома стоит кукла-желанница. Есть куклы от 12 болезней, на каждую болезнь по одной кукле. Есть куклы на счастье, на здоровье, на богатство есть разные. Мы шьем разные игрушки, например, вот катание давно шили, вот разных куколок таких. Расскажи мне, пожалуйста, об этой кукле, она что-нибудь значит? Да, это кукла на счастье, вот от нее счастье приходит в дом. Я делала ее маме, и мама ее повесила у себя в спальне на дверь. И она приносит маме счастье? Ну да, она просыпается, смотрит на него в сериале. Брестские рукодельницы провели для посетителей выставки мастер-класс, на котором гостей научили рисовать выкройки и создавать из лоскутов ткани настоящих кукол. Поэтому с праздника все ушли в хорошем настроении и, главное, с игрушками, сделанными своими руками. А побывать в мире кукол брещане смогут до 15 декабря.